Музыка Хотелось бы, конечно, поговорить о том, что сегодня новенькое. С 2014 года всех сейчас интересует много звонков, обращений. В декабре 2013 года ряд законов было принято, которые вводятся с действия с 1 января 2014 года, с 1 января 2015 года, какие-то статьи законов 2016 года. Я для наших клиентов хотела бы просто вкратце сообщить, что у нас меняется. В основном, конечно, всех интересует это закон о пенсиях. Что будет новенькое, увеличатся ли пенсии. Поэтому я вкратце расскажу, что у нас, собственно, поменяется. В основном, конечно, каких-то таких кардинальных изменений особых нет. Главное, всех всегда волнует, это возраст, не будет ли повышен. Значит, возраст у нас не повышается, женщины 55, мужчины 60 лет. То есть все это остается. Также остается и досрочное назначение пенсии для педагогов, медиков, список 1, список 2 и другие там малые списки, угольщики, летчики и так далее. Все досрочное обеспечение льготное тоже все это остается. Меняется стаж для определения права на пенсию. Вместо 5 лет, которое было в 2013 году, у нас с 2015 года будет требоваться 15 лет. Но поэтапное будет повышение. В 2015 год 6 лет и так далее, в 2016-2017 и так далее. До 15 лет. С каждым годом будет расти еще на год и увеличение стажа. Вместе со стажем, увеличением стажа необходимого, будет и индивидуальный пенсионный коэффициент расти. Минимум 10, максимум 30. Он также будет повышаться. Индивидуальный пенсионный коэффициент я уже назвала. То есть это новое понятие пришло, формулу расчета пенсии. И пенсия сама будет называться теперь не трудовой пенсией, а страховой пенсией. И будет зависеть она от стажа. Если по старому законодательству стаж у нас учитывался для расчета пенсии только до 2002 года, то сейчас уже по новому закону стаж будет учитываться и после 2002 года. И будут учитываться уплаченные... Вот делаю прямо вот, подчеркиваю это слово, уплаченные страховые взносы. Если сейчас по решению акционного суда по начисленным взносам мы пенсию тоже назначали, то теперь в новом законе это уплаченные должны быть страховые взносы. А то начислять начисляют предприятия, взносы к нам не платят, а нам ведь из чего-то пенсию нужно платить. Поэтому именно сделали в законе, что именно уплаченные в статье закона. Стаж будет засчитываться, все собственно то же самое, ничего не меняется. Периоды работы, деятельности трудовой, периоды службы в Советской армии будут засчитываться. Единственное, что теперь каждому году работы будет соответствовать определенные баллы или определенные коэффициенты. Вот один год работы или службы это 1,8 коэффициента этому будет соответствовать. Но это все будет применяться в формуле расчета пенсии. Учеба как не засчитывалась, собственно так она и не будет засчитываться, ничего здесь не поменялось. То есть меняются еще периоды ухода, не страховые периоды, периоды ухода до полутора лет за детьми. В 2013 году за каждым ребенком уход до полутора лет, но не более трех лет. В 2014 году уже не более 4,5 лет, в 2015 году уже не более 6 лет. То есть вот такой вот стаж, который будет засчитываться для расчета пенсии, он увеличивается. Если мамы не работали, находились по уходу за ребенком. Там уже в 2015 году, уже за третьим, за четвертым и соответственно уже 6 лет стажа максимум будет. То есть вот такое тоже новшество. Далее, что вот, наверное, особо назначено в новом законе, это отсрочка назначения пенсии. Вот тоже дает повышенные баллы при расчете пенсии. Если, допустим, 55 у женщины исполнилось лет, право на пенсию наступило, а на пенсию не назначает, а, допустим, назначает только через год или через два, то плюсом идут повышенные баллы к расчету пенсии. Вот если 12 месяцев пропускают срок отсрочки, то значит фиксированная выплата, это теперь вместо бывшей базовой части будет такая фиксированная выплата, которая будет гарантирована государством, устанавливаться сумма будет государством, вот, меняться в зависимости там от инфляции, от роста доходов пенсионного фонда. Вот такая вот выплата есть. Вот она, допустим, будет через год повышаться на 1,56, а страховая часть пенсии, если отсрочка тоже на год, 1,66. Вот такие вот коэффициенты. Если обратиться на пенсию через два года, через 24 месяца, то, соответственно, фиксированная выплата 1,12 и страховая часть 1,15. И вот так до 10 лет отсрочки, если 10 и более лет, то, соответственно, на 2,11 будет фиксированная выплата, и на 2,30 лет и страховая часть повышаться. То есть, вот таким образом увеличиваем пенсию, отказываемся ее от первоначального назначения и увеличиваем ее вот за счет таких вот коэффициентов. Коэффициенты, конечно, высокие, естественно, там увеличения будет достаточно, смотря, в зависимости от того, на сколько лет вы отсрочите свое назначение. Ещё что касается новенького, с января 2016 года есть такая статья для сельчан. Вот что меня тоже удивило и очень понравилось, что всё-таки о селе вспомнили. Для тех лиц, которые проработали 30 и более лет в сельской местности и проживают в сельской местности, им пенсия будет повышена на 25%. Кроме того, повышения также предусмотрены и для 80-летних, и для иждивенцев определенные там проценты. То есть, всё это тоже сохраняется. Ущемления какого-то такого нет, за исключением, наверное, перерасчетов, ежегодных перерасчетов для работающих пенсионеров. Вот здесь небольшое, есть, наверное, какое-то такое, если можно это сказать, ущемление. Во всяком случае, когда проекты рассматривались, вообще хотели отказаться от перерасчетов работающим пенсионерам. Ну, работает, пенсию получает. Ведь раньше в старом законе вообще не выплачивалась пенсия работающим пенсионерам, либо выплачивалась в определенном проценте. Сейчас у нас это всё снято, все такие вот условия. Сегодня выплачивается пенсия полностью, работаешь или не работаешь, независимо от этого условия. Вот, ну вот в новом законе предусмотрено ограничение. Когда рассчитывается индивидуальный пенсионный коэффициент, а это соотношение перечисленных работодателем страховых взносов за определенного работника к максимальным страховым взносам. То есть сегодня страховой год, стоимость страхового года устанавливается, вот там 623 тысячи, он, по-моему, на этот год. Вот к этому, вот к этой цифре. Ну вот каждый год он меняется. Вот эта страховая облагаемая база, вот эта он меняет, она меняется постоянно. Вот это соотношение для работающих пенсионеров, которые не уплачивают на накопительную пенсию 6%, для них ограничение 3, вот, а для тех, кто уплачивает 6% на накопительную пенсию, для них 1,875 тысячных. Вот такое вот есть ограничение. То есть не с полной уплаты страховых взносов будет делаться перерасчет пенсии. Вот это, наверное, единственное, на что вот какое-то вот так вот ущемледие приносит. С 1 февраля у нас увеличиваются трудовые пенсии на 6,5%. С 1 апреля трудовые пенсии, скорее всего, что тоже будут увеличены на дополнительный процент, пока он еще не установлен, но к апрелю будет известен, он будет зависеть от роста доходов пенсионного фонда, от инфляции и так далее. Значит, с 1 апреля уже точно определено, что будут увеличены социальные пенсии на 17,6%, ежемесячные денежные выплаты на 5% увеличены. То есть все то, что предполагалось правительством, все это будет исполнено. И кроме того, с этого года у нас материнский семейный капитал на 5,5% повысился и составляет теперь 429 400 рублей. И пособие на погребение 5 002 рубля, это выплачивается пенсионным фондом, и плюс еще доплата идет 2555 рублей от Департамента социальной защиты и запасного бюджета. Это очень радостно. Спасибо большое. Спасибо вам, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!